В Славутище в четверг в «Фоке-Богатырь» пришел открытый Кубок Города по тяжелой атлетике. В турнире приняло участие 40 спортсменов. Все есть Славутище. Я хочу традиционно, ребятки, поздравить вас с праздником, потому что проведение соревнований всегда для нас праздник. Вы согласны со мной? Да! Молодцы! Я хочу пожелать вам показать красивую технику, как мы с вами говорили, кто показывает красивую технику, тот и побеждает. В первую очередь самого себя. И поднимает свои личные рекорды. Поэтому пусть ваша штанга сегодня будет легкой и победит сильнейший. Давайте друг друга поприветствуем. Отдадим должное тренерам Кады США по тяжелой атлетике Юрию Калянскому и Геннадию Зубцу, которые подготовили для юных спортсменов настоящее представление, называя участников соревнования, их рекорды и даже планы на этот турнир. С одной стороны, вроде соревнования, проверка возможностей, а с другой, оба тренера на разминке успокаивали спортсменов, подсказывали, рекомендовали. И даже во время соревнований сразу же анализировали, если не получилось, то почему, а за удачную попытку хвалили. Рекорды будут? Я уверен. Лично это точно. Лично, конечно. Они хорошо тренировались. Мы на зимних каникулах две тренировки делали. Сейчас готовимся к чемпионату Украины, который будет по Влагаде в конце марта 23-28 лет. Мы везем туда четырех человек до 13 лет. Они готовы хорошо. Ну и остальные готовятся. У нас к чемпионату Украины до 17 лет, который в Словущество до 13-го, 17-го апреля. Поэтому настрой хороший. Ребята неплохо готовы. Соревнование открыл мельник Виктор. Это для него дебют. Раньше он тренировался и соревновался только в технике. А сегодня у него свой первый рекорд – 10 килограммов. А вот Богдан Грабовский второй разряд установил на соревнованиях рекорд. Вначале рванул 45, потом 48, а потом легко и 51 килограмм. Участвовала в первом потоке и одна девчонка – Виктория Карпец. В этот день не все у нее получалось, но свои 32 килограмма она рванула. Об итогах соревнования и личных рекордах подробнее расскажем на следующей неделе. Виктория Карпец.